Сегодня мы получили официальную информацию об ивентовом баннере Эолы и об ивентовом оружейном баннере. Давайте посмотрим, стоит ли этот баннер вашего внимания. Большой всем телевидный привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвейд. В сегодняшнем видео мы с тобой разберемся с баннером Эолы, а также с оружейным баннером. Посмотрим, какие там персонажи нас будут ожидать, а также решим, стоит ли этот баннер твоего внимания. Давай, конечно, начинать разбираться. Самое главное, это, конечно же, то, что ивентовый баннер открывается 18 числа и будет открыт до 8 мая. 18 мая он открывается в 20.00 по московскому времени. Мы всей толпою будем открывать Эолу, будем радоваться за тех, кому она будет выпадать, и будем грустить вместе с теми, кому она не выпадет. Такая вот движуха у нас проводится каждый баннер, и я надеюсь, она вам очень нравится. Так что обязательно прибегай, будем открывать, думаю, будет весело. Ну а кто же нас ожидает в баннере Эолы, кроме самой Эолы? Там будет три персонажа с повышенным дропом. Это будет Синьянь, Синцу, а также Бэйдоу. В принципе, достаточно неплохой пик, давайте разберемся с каждым персонажем по отдельности. Начнем с самой Эолы. Эола это новый пятизвездочный персонаж, который пока у нас не появлялся. Основная ее роль, конечно же, в отряде будет нанесение огромного физического урона, а также поддамаживание небольшими крио-атаками. Но основной урон все-таки от нее будет выходить именно при помощи физики. Потому что ульта, которая будет наносить основной урон, будет как раз-таки наносить физический урон. Сам геймплей за нее будет достаточно прост и схож с геймплеем Рейзер. То есть мы постоянно прожимаем свои Ешки, получаем стаки, потом делаем затяжную Ешку для того, чтобы снимать стаки. И при возможности активируем ультимейт, стараемся надамажить противников как можно больше, получить как можно больше стаков на наш ультимейт и после этого его взорвать и нанеся как можно больше противникам урона. Сам стиль атак у нее очень красивый, прям вот просто поработали и играть именно просто нанося обычными атаками урон за нее будет очень прикольно. Поэтому за внешний вид разработчикам определенно лайк от Аркадия. Что же касается других четырехзвездочных персонажей. Начнем пожалуй с Бэйдоу. Бэйдоу очень неплохо себя показывает как электрический реактор. Почему? Дело в том, что вы при использовании Бэйдоу вполне можете использовать ее только ультимейт. Как вам известно, ультимейт Бэйдоу работает следующим образом. После его активации на активном персонаже появляется специальная аура. Эта аура наносит дополнительный электрический урон, когда основной персонаж наносит урон от автоатак, либо же обычных, либо же заряженных. И то есть вы начинаете смекать, чем именно Бэйдоу может помогать подамажить Эоле. Дело в том, что при помощи связи Электро и Крио мы будем накладывать статус Суперпроводник. А Суперпроводник мало того, что наносит немножечко урона всем окружающим противникам, так еще и снижает физическое сопротивление. А это значит, будет больше урона от обычных автоатак нашей любимой Эолы. Ну и в крайнем случае, при желании, вы можете быстро свитчиться на Бэйдоу, ловить противника на парир при помощи Ешки и наносить еще больше урона при помощи именно Ешки Бэйдоу. Но это для тех, кто уже неплохо будет справляться с парированием. А так, в принципе, использовать чисто ради ультимейта, это тоже можно. Далее у нас идет Синцу. Синцу это просто замечательный водяной реактор. Его ультимейт можно использовать в связке со многими персонажами. Как вам известно, ультимейт с Синцу работает достаточно просто. Он призывает волшебные клинки, которые защищают активного персонажа. Каждый раз, когда активный персонаж будет получать урон, эти клинки поглощают часть урона, а также отхиливают своего носителя. При этом, при каждой активной атаке, клинки создают дополнительный водяной урон. Тоже уже начинаете смекать, к чему я все клоню, да? То есть, когда мы наносим урон при помощи Крио нашей Эолой, и также прилетают дублирующие атаки от ультимейта Синцу, то у нас получается пермафрост. Противники просто будут постоянно стоять на месте, и не смогут наносить достаточно урона именно нам, Эоле. Ну а также, так как Эола у нас является все-таки носителем двуручного меча, и наносит физический урон именно от клейморов, то срабатывает еще один дополнительный эффект Раскол. А Раскол это дополнительный урон. Больше урона, это конечно же круто. Ну и заключительный персонаж с повышенным дропом, это Синьянь. Синьянь достаточно редко используется в текущей мете, дело в том, что Синьянь это саппорт, который помогает нашим физикам. Основная задача Синьянь это не только наложение щита, который наносит противникам урон, но а также повышение физического урона активному персонажу, когда на нем находится щит. Ну и не стоит, конечно же, забывать про достаточно большой урон от ультимейта, который наносит сама Синьянь. Да, и к тому же она наносит именно физический урон. В крайнем случае вы всегда можете использовать огненный урон от урона Синьянь для того, чтобы прокать эффект Тайния. Да, конечно же урона будет не так много, но в любом случае, почему бы не использовать дополнительную возможность для совмещения крио атак нашей Эолы и огненных атак от нашей Синьянь. Что по итогу получается с баннером? Баннер получается очень-очень целостным. Если вы хотите себе собрать неплохой отряд при помощи одного баннера, то ваше время наступило. Эола замечательный мейн керри, и вместе с ней в этом баннере идет два дополнительных реактора. Это Синьцу и это Бэйдоу. И заключительная вишенка на торте это Синьянь, это именно саппорт, который будет помогать выживаемости, а также немножечко повысит урон. Поэтому в принципе баннер можно смело открывать, все персонажи здесь вполне играбельны. Ну и давайте в заключение немножечко посмотрим на оружейный баннер. Что же там нас интересного ожидает? Конечно же там будет ожидать основное оружие для нашей Эолы, это песнь разбитых сосен, а также меч сок, что умеет песнь разбитых сосен. Ну во-первых, основным статом там будет повышение физического урона, ну это было вполне понятно. А что же по пассивным способностям? Она пассивно увеличивает силу атаки на 16% при первом пробуждении, а далее накладывает достаточно интересный эффект. Каждый раз, когда мы наносим урон при помощи автоатак, мы получаем один стак. Как только мы получаем 4 стака от этого оружия, в этом случае мы получаем баф, который ускоряет скорость автоатаки, а также увеличивает силу атаки. В общем этот клинок идеальнейший клинок для всех физических керри с двуручными клинками. Да, конечно же этот клинок не дает крита, крит придется искать в шапке, но именно то количество урона, которое он дает своему носителю, оно будет реально очень-очень огромным. Ну а меч сокола, вот тут с этим клинком у меня достаточно много вопросов. Мало того, что он дает физический урон, так и пассивка у него достаточно неинтересная, лично как по мне. Она просто взрывается и отхиливает нашего носителя, а также наносит урон противникам каждый раз, когда носитель этого клинка получает урон. Скажите пожалуйста, кто вот носит такой клинок? Мне вот честно говоря, интересно будет про это узнать. Ну а из четырехзвездочных орудий, тут тоже достаточно большой, неплохой выбор. Первое это ржавый лук. Ржавый лук хороший лук для тех персонажей с луком, который наносит урон от обычных автоатак. Тарталья и физическая фишель будут очень рады этому луку. Церемониальный меч это хороший меч для нашего сенсу, который выходит в этом баннере, поэтому тоже можно будет вполне его покрутить. Ну а также там лежит неплохой катализатор. Что же там делает копье охотника на драконов и дождерез? Ну а дождерез это видимо специально там положили для того, чтобы можно было носить на Бэйдоу. Хотя такой меч на Бэйдоу, ну я бы взял что-нибудь другое. Вот такие вот баннеры ожидают нас совсем скоро в Геншин Импакт. Скажи, будешь ли ты выбирать Эолу или же ждешь какого-нибудь другого персонажа? Мне интересно будет про это узнать. Ну а также ожидай сегодня еще одно видео, ведь оно будет очень-очень интересно. Потому что сегодня мы стартуем розыгрыш. Большой, огромнейший розыгрыш мерча и внутриигровых призов. Поэтому следи за каналом, обязательно подписывайся на него. А так, большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok